Урожай кофе в Коста-Рике вырос на 15 процентов, вероятно. Мы ожидаем восстановить то, что мы имели в периоды, которые были ранее, когда урожай прошлого года был в упадке, сказал Рональд Петерес, испанственный директор института кофе Коста-Рике или ИКАФе. Урожай кофе, возможно, вырастет в этом году на 15 процентов, согласно ожиданиям института кофе Коста-Рике. Ранее урожай был от 1,8 млн до 2,1 фанек, заявил Рональд Петерес, исполнительный директор. Это соответствует урожай 2017-2018 года, который недавно начался и завершится в марте следующего года. Мы ожидаем восстановить то, что мы имели в предыдущие периоды. Урожай прошлого года был низкий, прокомментировал Олм. Часть проблем заключается в том, что многое связано с климатом и дождями, и в последние годы заметны повреждения кофейных зон. Ожидается, что они будут поддерживаться в удовлетворительных условиях. Кофейное зерно является третьим продуктом сельскохозяйственным на экспорт после груши и бананов в Коста-Рике. В настоящее время в Коста-Рике 84 тысячи пассивных гектаров кофе, что составляет самую большую отрасль сельского хозяйства. Ожидается, что 98% небольшие производители, те, кто регистрирует менее 300 фанек. Фонега – это мера сыпучих тел. Кофейный доллар самопроницательный. И самое важное, что это остается в человеческом обществе Коэл Питерс. Он добавил, что в отличие от других отраслей в этой, многие семьи имеют пользу и живут в сельских зонах. Цена на международном уровне не является удовлетворительной, так как она находится в районе 130 долларов за цену. Хотя на международном уровне может установиться цена до 150 долларов из-за качества верна кофейного. Страна занимает, страна должна заняться, восстановить продуктивность. И для этого мы выявили новые разновидности, терпимые к ржавчине, к такой болезни растений. И чтобы иметь хорошее производство продукции, добавил он. Эта новая разновидность имеет стоимость 3500 кавстариканских колоннов за килограмм. И благодаря этому производится приблизительно 1000 растений. Кроме того, она имеет преимущество. Эта разновидность в том, что она не такая большая, как чтобы сделать кофейную плантацию и ожидать 2 или 3 года. К несчастью, кофейный парк, который мы имеем, старый, с растениями от 30 до 40 лет, подчеркнул он. Наставится цель обновить эти плантации с этими новыми разновидностями и таким образом атаковать болезни. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...